Лет пятьдесят, вторая минута на исходе Пирма выполняет штрафную. Реала, ну вот, рули. И вдруг прозвучало, если вы слышали, руна, говорит, может быть, когда-нибудь я вернусь в Манчестер-Юнайдет. Возьмут. Ну это так, по ходу, а пока что первые секунды встречи, это уже идет. Но там, вот, и отсюда еще ищут и в поиске футболиста Милана. Штрафной удар. Мяч в игре Антонини. Вот это да. А это португальский парень, вот так, и я не прав. Я вот так, поддерживал Рональдини, там пошли финты его коронные, а-ля Роналло, понятно, да? Они почему-то начнут называться Антонини. Ирло, Амбрузини. Мяч в игре, пас назад, Пюрло. Можно играть патом. Хорошо сыграл Рафаэл. Это парк, где-то там на правом фланге. Бекхем ударил, но вышел. Темкий вышел ворот. Вот видите, а я-то в том случае сказал, Бекхем, Ирло, я больше не уделил внимания. Пусть тысяч билетов были распроданы в один миг. Стадион, что запоминаться, забит до отказа. Ирло смещен. На правом фланге... Это называется, будем разыгрывать, так сказать, доверного. Ну, вы же поймали. Ну, публике кажется, что там была затяжка времени, поэтому она выразила свое недовольство. Пирло играет в Амбрузии. Лез в толпу и, естественно, заблудился. Пас вперед. Это Пак, на правом фланге. Слева, слева он играл в первом камне. Надинья. Эванс. Отлично. Без намеков, только на НТВ+. Пас вперед, толчок в спину. Милан привыкает, нет? Вообще, такие варианты были, когда Хунта Лары и Барьеллы выходили вместе, но это было на отдельной отрезке матчей, в концовках, когда нужно было дожать. И они играли с двойного центра. То есть, вот... Поверной головы Качан. А дальше Рональдинев легче работал. Тут смотрим, что я могу Рональдиню на судью. Тут не молчит. Плохой пасунь на Пака. Ох, какая передача волшебная! Фламиней чуть назад. Там видишь. Удар Пиро! Выпустил мяч из группы Андерсар, но по вторым движениям накрыл. Вот Милан снова огрызнулся. Действительно, вот самое вкусное, что было в этой атаке, даже, наверное, не вот это завершающее действие, не удар, а пас Рональдин. Это может быть одно из, там, в 82-м году, али, по-моему, играли в чем-то похожем. Там, правда, синий воротничок еще был, но... В перерыве дошлет. Заканчивается. Заканчивается. Ирла. Сейчас, ты видишь, сколько игроков в красных футболках уже все можно. Моментально. Не, это того, что нужно нестандартное движение, согласись. А сами как-то права. Ну, смотри, вроде они... То есть, как начало матча, так вот все, что этого предшествия. Ну, баннерная культура, она ведь не во всех странах просто и практикуется. Вот в этом смысле наши болельщики, видимо, пошли по итальянскому пути, потому что у нас баннеры тоже... Таня оттянулся вглубь. Кунталар помог партнеру распорядиться мячом перло. Придумал здорово, исполнил неплохо. Аббате! Угловой. Как следует, и только когда мяч оторвался от его ноги, рядом оказался Амбразини. Но мы видели, там четыре какая-то стрелы, и просто не побежал назад. Мы об этом разговор. Если не Амбразини может по ситуации играть второго центрального защитника, но, может быть, это слишком смелым вам кажется. А так состав тех, кто сейчас на поле. Кристиан, объятие в воротах. Близок уже. Если не войдут, в следующий раунд, скажем, упал на пороге. Дверь ключом открыть не сумел, а, в принципе, уже добрался. Игру феерит. Зедорф. Баррелло. С ним не видишь сработал. Аббате. Аббате пас! Ну и вот шанс для контурера. Что мы с игры сняли? В общем, вот именно культура обращения с мячом, конечно, не хватает. Хотя он вообще номинально полузащитник, и игрок очень хорошо одаренный физически. Игру феерит. Игру феерит. Аббате пас! Игру феерит. Игру феерит. Игру феерит. Баррелло. Распал я. Игру феерит. Включаю, что по сезону оно могло быть иначе. Встретиться в команде там другой. Но, в общем и целом, картина она просматривает. И сегодня она продолжается. Субтитры подогнал «Симон»